Для США не всё двигается в правильном направлении. Федрезерв будет пристально следить за ростом уровня заработных плат. Райан Литтлстоун, Форекс Лайф. В условиях замедления темпов роста экономики еврозоны акцент снова сместился в сторону Германии, так как риски, связанные с выходом Англии, накапливаются. Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в еврозоне? Мы предполагали, что во второй половине этого года начнётся замедление темпов роста экономики еврозоны в любом случае. То улучшение данных, которые мы видели в Германии, могло стать причиной некоторых опасений. При этом уровень ВВП еврозоны соответствовал предварительным данным. Если говорить об экономике в целом, то нельзя сказать, что она находится в состоянии коллапса. Но показатели роста действительно низкие. Пока что рано говорить о последствиях референдума, так как никаких реальных действий мы пока не видели. И это сыграет свою роль, вероятно, только в следующем квартале. Если показатели роста хотя бы не понизятся, то опасения, связанные с выходом Англии из ЕС, немного ослабятся. И тогда, возможно, экономика Европы сможет начать восстановление к концу этого года. Согласно данным Федерального резервного банка Атланты, экономика США вырастет на 3,7% в третьем квартале этого года. Они полагают, что процентные ставки будут повышены уже очень скоро. Что вы думаете об экономических настроениях США? Если говорить об экономике в целом, то для США не всё двигается в правильном направлении. Последние данные рынка труда были положительными, даже очень положительными. Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе не были негативными уже на протяжении шести лет. В течение нескольких последних месяцев уровень занятости в этом секторе падал, но затем он активно восстановился. Федрезерв будет пристально следить за ростом уровня заработных плат, так как это поможет увеличить объёмы потребления. Сегодня будут опубликованы данные индексы экономических настроений, а также данные об объёмах розничных продаж. Если посмотреть на данные о настроении, то возникает закономерный вопрос, что не так в экономике США, так как большинство показателей довольно высокие. Но это не отображается в таких же высоких показателях розничных продаж. И последний вопрос. В прошлом году в этот день правительство Китая застало мировые рынки врасплох, начав девальвацию юаня. В связи с этим возникли опасения по поводу того, что ситуация в Китае на самом деле была хуже, чем все думали. Как вы считаете, такое решение было оправданным? Не думаю, что инвесторы уже успокоились. В последнее время на рынке облигаций мы снова отмечаем тенденцию поиска прибыли. В последнее время доходы по облигациям снижались во всём мире. Что касается Китая, то в прошлом году мы действительно видели спад экономики. Но они всё ещё не подошли к концу цикла. Если взять курс юаня по отношению к корзине валют, то с начала года курс этой валюты понизился на 12-15%. А после референдума в Англии курс юаня понизился ещё больше. Всё будет зависеть от того, что будет делать Китай. А мы никогда точно не знаем, что задумал Китай. Нам остаётся только надеяться, что все их действия обоснованы, и они просто хотят стабилизировать экономику и наладить контроль над финансовыми рынками. Я убеждён, что экономическая ситуация улучшится в долгосрочной перспективе. Но если мы узнаем о каких-либо проблемах, которые повлекли за собой все эти действия, то это, скорее всего, снова напугает рынки. Райан, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ, и вскоре мы представим вам прогноз на неделю. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok